Общее сведение. Субмукозную или подшлизистую миому, лиемиому, диагностируют в 32% от всех случаев выявления миоматозных узлов. Заболевание поражает женщин репродуктивного возраста и никогда не возникает у девочек до наступления первой менструации. Чаще выявляется у пациенток возрасте 33-40 лет. В последние годы намечается тенденция к омоложению патологии и обнаружению субмукозных узлов у больных 20-25 лет. После наступления климакса подшлизистые миомы обычно не развиваются, а уже существующие узлы регрессируют. Существует тесная взаимозависимость между заболеванием и проблемой бесплодия, у каждой пятой женщины, которая не может забеременеть. Наличие миоматозных узлов является единственной патологией репродуктивной системы. Субмукозная миома матки причины субмукозной миомы. Наиболее вероятными причинами возникновения подшлизистых узлов являются гормональный дисбаланс и изменение чувствительности глоткомышечных клеток миометрия к действию женских половых гормонов. К развитию субмукозной лиомиомы могут привести наследственные предрасположенности. Пролиферацию клеток миометрия провоцирует генетически обусловленное изменение их чувствительности к эстрогену и прогестерону. Гипоталомогипофизарные нарушения Гормональный дисбаланс возникает при изменении уровня фолликулостимулирующего ФСГ и лютинизирующего ЛГ гормонов. Расстройство может наблюдаться при сосудистых и травматических повреждениях головного мозга, значительных психоэмоциональных нагрузках. Изменение эндокринной функции яичников Уровень секреции эстрогена прогестерона и нормальное соотношение между этими гормонами нарушается при воспалительных заболеваниях. Афорити, сальпингити, однексити, травми, опухолях Травматическое повреждение миометрия Чувствительность глоткомышечных клеток изменяется из-за частых абортов, инвазивных, лечебных и диагностических процедур. Действие экстрагенитальных факторов Нарушение выработки женских половых гормонов наблюдается при сахарном диабете, поражении щитовидной железы, некоторых других эндокринных заболеваниях. Уровень эстрогена в крови может повышаться на фоне ожирения, поскольку клетки жировой ткани способны продуцировать этот гормон. Неконтролируемый прием гормональных контрацептивов При длительном использовании контрацептивных препаратов может нарушаться секреция половых гормонов, регулирующих овуляторный цикл. Застой в малом тазу По мнению ряда авторов, причинами гормонального дисбаланса является венозный застой из-за отсутствия регулярной сексуальной разрядки и сидячего образа жизни. Стоит отметить, что далеко не во всех указанных ситуациях у женщин возникает субмукозная миома. Поэтому поиск пусковых факторов развития заболевания еще продолжается. Патогенез сначала под влиянием провоцирующих факторов вблизи микрососудов в мышечном слое матки и формируется активная зона, в клетках которой ускоряются обменные процессы, повышается тканевая проницаемость. В последующем глоткомышечные клетки этой зоны начинают скапливаться в микроскопические и макроскопически определяемые узлы. Со временем чувствительность пролиферирующей ткани к действию гормонов уменьшается, запускаются собственные аутокринопарокринные механизмы роста. Питание субмукозных миом обеспечивают сосуды, утратившие свою адвентициальную оболочку. Растущий почлизистый узел увеличивает площадь отторжения эндометрия и уменьшает способность миометрия к сокращению, что провоцирует более обильные, длительные и болезненные менструальные кровотечения. Классификация почлизистые миомы отличаются количеством узлов, локализацией, размерами и строением. Для классификации заболевания используются следующие критерии – количество узлов. Различают одиночные и множественные субмукозные миомы. Размеры. Почлизистые опухоли размером до 20 мм, до 4-5 недель беременности, считаются маленькими, от 20 до 60 мм, от 4-5 до 10-11 недель. Средними – больше 60 мм, 12 недель и более – большими. Место расположения. В большинстве случаев новообразования локализуются в теле матки, в 5% в области шейки. Морфология. В зависимости от типа клеток и активности их пролиферации выделяют простые почлизистые миомы, пролиферирующие узлы и предсаркомы. Симптомы субмукозной миомы. Симптоматика зависит от давности возникновения, размеров и интенсивности роста узла. На начальных этапах симптомы обычно отсутствуют, новообразование становится случайной находкой при гинекологическом осмотре или УЗИ. Первым наиболее характерным признаком роста субмукозного узла является минорагия – обильное менструальное кровотечение со сгустками крови, длительность которого превышает продолжительность обычной менструации. Кровянистые выделения также могут наблюдаться в межменструальный период. Из-за частных значительных кровопотерь развивается анемия с общим недомоганием, бледностью кожи, головокружениями, головными болями. Снижением работоспособности. Боли при субмукозном расположении узла, по данным специалистов в сфере гинекологии, наблюдаются у 20-50% пациенток. Они обычно возникают во время менструации, носят схваткообразный характер, локализуются в нижней части живота и могут отдавать в поясницу. В отличие от субсерозной миомы, пачлизистая опухоль обычно не влияет на расположенные рядом органы. В 10-40% случаев отмечается нарушение репродуктивной функции, невозможность забеременеть или самопроизвольное прерывание беременности. Осложнение субмукозная миома может осложняться массивными маточными кровотечениями, развитием выраженной анемии. При значительной деформации полости матки возрастает риск бесплодия, выкидышей, патологической беременности и родов. В 7-16% случаев узел подвергается сухому или влажному некрозу. При наличии восходящей инфекции пачлизистая миома может нагноиться или абсцидировать, при этом у пациентки повышается температура. Возникает озноб, боли внизу живота, изменяется общее состояние. Наиболее грозным осложнением является рождение пачлизистого узла, которое сопровождается кинжальными, схваткообразными болями. Внизу живота кровотечением, риском инфицирования. Злокачественное перерождение опухоли отмечается редко, в 1,5-3% случаев заболевания. Диагностика Поскольку клиническая симптоматика при субмукозной миоме не специфична и выражена не у всех пациенток, важную роль в диагностике играют Физикальные и инструментальные исследования. В план обследования обычно включают осмотр гинеколога. При бимануальной пальпации выявляется увеличенная матка. Трансвагинальное УЗИ, гидросонографию, таплерографию. Методики позволяют определить размеры, типы, структуру узлов, выявить патологию эндометрия, оценить толщину гладкомышечного слоя и интенсивность кровотока. Гистероскопию В матке обнаруживают овальное или округлое образование с гладкой бледно-разовой поверхностью либо множественные узлы на ножках, свисающие в виде гроздьев, в ее полость. Ангиография органов малого таза Визуализация кровеносной системы матки дает возможность подтвердить отсутствие неоваскулиризации и своевременно дифференцировать доброкачественный узел от злокачественной неоплазии. Ингенотелевизионную гистеросальпингографию Выявляет изменение формы полости матки с участками просветления или дефектами наполнения. В настоящее время применяется редко. МРТ и КТ матки Методы применяются для точной оценки топографии миоматозных узлов. Поскольку для субмукозной миомы характерно развитие анемии, в общем анализе крови часто обнаруживается эритропиния и снижение уровня гемоглобина. Заболевание необходимо дифференцировать от беременности, полипов, саркомы, внутреннего эндометриоза тела матки. При необходимости к обследованию привлекают онкогинеколога, эндокринолога. Лечение субмукозной миомы при выборе врачебной тактики учитывают возраст женщины, ее планы по сохранению репродуктивной функции, размеры, расположение и интенсивность. Рост узлов, выраженность клинической картины и наличие осложнений. Пациенткам с новообразованиями стабильных размеров при отсутствии минорагий, болевого синдрома, сохраненной репродуктивной функции. Рекомендовано динамическое наблюдение с ежегодным осмотром гинеколога. В остальных случаях выбирают один из способов консервативного комбинированного или хирургического лечения. Медикаментозная терапия показана при опухолях размерами до 3 см, умеренных минорагиях, медленном росте новообразований. Больным рекомендованы препараты, которые угнетают секрецию женских половых гормонов, устраняя одну из основных причин образования. Опухоли – гормональную стимуляцию роста. Такую терапию обычно дополняют симптоматическими средствами. Особенно эффективно консервативное лечение при менопаузе, которое сменяется естественной менопаузой. Как правило, пациенткам назначают препараты, угнетающие секрецию гонадотропинов. При использовании антигонадотропинов и агонистов гонадотропных релизинг гормонов АГНРТ размеры узлов стабилизируются или даже уменьшаются акровопотери при менструациях снижается. Оральные или внутриматочные гормональные контрацептивы показаны женщинам детородного возраста для стабилизации эффекта, достигнутого при угнетении секреции гонадотропинов. Гемостатики и препараты, сокращающие матку, применяются для уменьшения кровопотери при меноррагиях. Общеукрепляющие средства для улучшения общего самочувствия назначаются витамино-минеральные комплексы и препараты железа. Комбинированное лечение – оптимальный вариант для пациенток, которые хотят сохранить репродуктивную функцию при наличии единичного узла или множественных образований размером от 50 мм с клинической симптоматикой и тенденцией к медленному росту. При этом методе назначения АГНРТ предваряет и завершает консервативную миомоктомию. Использование гормональных препаратов накануне вмешательства позволяет уменьшить размеры доброкачественных патч-лизистых узлов, снизить кровопотерю, сократить продолжительность операции и послеоперационного восстановления. Хирургическое лечение рекомендовано, если узел достигает больших размеров, а 12 недель беременности интенсивно растет увеличение На 4-5 и более недель за год, особенно во время климакса и менопаузы, сопровождается нарастающая анемия, болями и развитием осложнений, в том числе бесплодия. В зависимости от течения заболеваний и репродуктивных планов женщины могут быть выбраны следующие виды вмешательств – органосохраняющие операции. Миоматозные узлы удаляют методом гестерорезиктоскопии трансцервикальной миомыктамии с использованием механических лазеров или электрохирургических инструментов, либо разрушают при помощи высокочастотного фокусированного ультразвукового воздействия флус-абляции или премиолиза. Имболизация маточных артерий позволяет ограничить питание опухоли и привести к ее рассасыванию. Радикальные вмешательства При неблагоприятном течении заболевания женщине рекомендуют трансвагинальную, лапароскопическую, лапаротомическую дефундацию матки, субтотальную, надвлагалищную или тотальную гистероктомию.